При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ru, академик.ru, викисловарь. Сегодня мы с вами вспомним, как правильно определить приставку в слове. Для этого нужно к данному слову подобрать однокоренные слова. Итак, какая же приставка в слове «надумать»? Подбираем однокоренные слова. Думать, придумать, задуматься. Делаем вывод, что в слове «надумать» приставка «на». Другое слово «надписать». Однокоренные слова «писать», «выписать», «подписать». Делаем вывод, что в слове «надписать» приставка «нат». Последнее слово «надеется». Однокоренные слова «надежда», «надежный», «обнадежить». Делаем вывод, что в слове «надеяться» нет приставки. Слово начинается с корня. Следующая наша тема – это правописание суффиксов существительных «чик-щик». Такие существительные обозначают названия лиц по роду деятельности – разведчик, пулеметчик, рассказчик, переписчик, перебежчик. Правило следующее. Суффикс «чик» пишется перед согласными – «д», «т», «з», «с», «ж». Поможет запомнить эти согласные вот такая фраза «я тоже здесь». В ней как раз собраны эти самые согласные. В остальных случаях в существительных обозначающих лиц по роду деятельности пишется суффикс «щик», «барабанщик», «каменщик», «стекольщик». Обратите внимание, что мягкий знак перед суффиксом «щик» пишется только после «ль». Следующая наша тема – это обобщающее слово при однородных членах предложения. При однородных членах предложения может стоять обобщающее слово, которое объединяет их по смыслу. Обобщающее слово отвечает на тот же самый вопрос, что и однородные, и является тем же самым членом предложения. Разберем это на примерах. В саду росли прекрасные цветы – розы, лилии, гладиолусы. Это предложение осложнено рядом однородных подлежащих. Росли что? Розы, лилии, гладиолусы. Перед ними стоит обобщающее слово «цветы». Оно объединяет однородные по смыслу. Обобщающее слово «цветы» также является подлежащим. Обратите внимание на знаки препинания. Если обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения, то оно отделяется от них двоеточием. Разберем другой пример. На партах, на стульях, на полу повсюду прыгали солнечные зайчики. Это предложение осложнено рядом однородных обстоятельств. Прыгали где? На партах, на стульях, на полу. После однородных обстоятельств стоит обобщающее слово «повсюду», которое объединяет их по смыслу. Прыгали где? Повсюду. Оно также является обстоятельством. Обратите внимание на знаки препинания. Если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов предложения, то оно отделяется от однородных членов предложения с помощью тире. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова